Так, раз-раз. Ну что, дорогие друзья, врываемся с вами в прямой эфир и внезапные врывы по адекват продолжаются, собственно. Сейчас мы будем врываться с вами на стар серию. У нас очередной матч. Немножечко на основном канале возникли накладочки, там были паузы и так далее. Поэтому по времени не успевали одну-другую матч посмотреть. Поэтому врываемся с вами на параллельном матче. Вот на этом мы с LTV4 канале. Для вас адекват сегодня будем освещать и Power Rangers против команды 4FC. Вот так вот Best of 1 сыграют. Четвертый игровой день стар серии, получается. Ну и посмотрим, что у нас в этой карте, собственно, получится. Видим, что команда Power Rangers будет играть на зарейдингах, за дайер команды 4FC. Ну, пока вроде бы не очень хороший старт от обеих этих команд. Насколько я успел посмотреть, собственно, у команды 4FC имеется из двух игр два поражения. Они проиграли команде Next League и команде, в смысле, Gaming, получается, ОСГ. Да, но в свою очередь команда Power Rangers одну победу-то имеет. Но у них сыграно три матча и тоже два поражения. Они обыграли, по-моему, только команда SSD. И также проиграли Next Tam и еще кому-то. Точно уже не помню. Но, в принципе, не особо важно. Посмотрим, как эти ребята между собой будут разбираться. Должны, конечно же, они будут в рамках этой звездной лестницы, собственно, собирать себе победы и зарабатывать. Зарабатывать их кровью и потом. Так, ну и давайте посмотрим, что у нас там в итоге происходит. Да, у нас на капитанском слоте, собственно, команды Power Rangers сидит ФНГшка с каким-то странным никнеймом. Ну, думаю, ладно, все знают, что это вот Фэгот, который Траш, Маш, Ксяо, собственно, это и есть тот самый ФНГ. Так, ну и у команды 4FC. Стенденкалы тут на капитанском слоте сидит. Ну, окей. Пусть будет так. Что у нас? Минус Пугнати, времени минус Лич, минус Crystal Maiden и минус Фивер. И фероспик у команды 4FC. Посмотрим, что они возьмут. Вот. Давненько я что-то не врывался на всякие европейские такие игры. Больше все по Китаю, по Китаю. Но вот немножечко разбавим, скажем, эту вот массу китайских потных игр таким вот одной картой из европейской доты. Клокверка забирает нас команда 4FC. Ну что, отличного оффлейнера они себе уже забрали. Посмотрим, чем ответит у нас ФНГшка. Ну, пока по ходу дела. Блин, ближайший час мы с вами пообщаемся, конечно же, на канале twitch.tv. Слышь ладор 4. Заходите туда. Чатик открыт для всех, поэтому можете свои сообщения какие-то оставлять. Будем периодически зачитывать. Думаю, на какие-то опросики сможет даже и поотвечаемым. Так, ну что, посмотрим, что у нас ФНГшка возьмет. Берет веномайнсера. Очень хороший суппорт заезжает. Фёрст пиком у команды Power Rangers. И еще один пик тоже нужен сделать. Посмотрим, кого возьмут. Ну да, получается, какое место у нас. Ну, по сути дела, с двумя поражениями. Команда 4FC должна занимать последнее место на текущий день. В принципе, так и есть. Да, вот хуже у них только играет команда Flipside. У них вообще три поражения. И команда Zertrade два поражения. Тоже, как у команды 4FC. Так что, пока они занимают топ-16, топ-18 слоты. Это везда на лестнице. Но команда Power Rangers немножечко получше. У них есть одна победа. Поэтому три очка они свои, собственно, уже заработали. И находится пока в середине турнирной таблицы. Пока как-то так. Ну, вроде как, на сегодня это их единственные, вроде, игры. Если я не ошибаюсь. Сейчас посмотрим. Точнее, я вам скажу. Кино, там игры будут дальше. Да, сегодня это их последние игры. Собственно, больше они ни с кем играть не будут. Может быть, будут играть завтра. Я точно не знаю. Так что, ребята, сыграют одну карту и пойдут отдыхать. Ну что, Мирана забирает команду Power Rangers. Тут же, ответочка от команды 4FC. Забирает Fissage. И пошла вторая стадия банов. Убирают Квапу моментально. И очередь, опять-таки, ФНГшки. Ту-ту-ту-ту-ту-тун. Ну, народ, я вижу, потихонечку подсоединяется. Это здорово. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Задумался, ФНГшка, его же нужно убирать. Ну, по сути, пока ничего страшного. Команды по 4FC нет, да. То есть, взяли они Vissage. Ну, явно понятно, что это будет, конечно же, у нас какой-то суппорт. Клак вверх, скорее всего, пойдет на одну из соло-позиций. Скорее всего, пойдет на оффлей. Как-то так. Ну, можно неприятно для себя суппорта сейчас кого-то забанить. Посмотрим. Что-то ФНГшка как-то призадумался, может быть, обсуждает, опять-таки, очередной бан с своей командой. Ну, не знаю. На самом деле, им вот так вот уплотнить свой пик, хотя вот эту триплу Виномайнса плюс Мирана, да, суппорт плюс керри, какой-нибудь нагой, было бы весьма неплохо. Но вот пока вот видим, что забанили они Чена, как раз-таки убирают суппорта. В свою очередь, тоже команда 4FC решили избавиться от хорошей комбы с Мираны, да, в виде Бэйна. То есть там слип плюс эро, мы знаем, работает просто на ура. Поэтому решили избавить себя от этой команды 4FC и Бэйна просто забанили. Так, ну и ласт бан в этой стадии от команды Power Rangers. Да, наверное, воспользуюсь ситуацией. Ребята, еще раз завтра объявлю, что у нас в 15 часов по Москве стартует снова Сина Кап. У нас там будут сыграны, собственно, финалы лозеров и финалы винеров по системе Best of 3. Крутейшие матчи с топовыми китайскими командами. Поэтому на этом же канале, на котором сейчас вы сидите, на стадутор 4, собственно, заходите. Завтра в 15 часов по Москве начнем смотреть элитную китайскую доту. Так что имейте в виду. Стримишь из арены или из дома? Из дома, конечно же, я стримлю. Кто ж меня там в арену пустит? Так, 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 что у нас там получается? Ага, Найкса решили отправить небытие, то есть убирают жесткого керри героя команды Power Rangers и тут же мгновенно забирают себе Алхимика. Ну, то, что здесь Алхимик будет выступать в качестве семи-суппорта, я не сомневаюсь, потому что... Ну, потому что, потому что уже керри Мирану они взяли. То есть, по сути, тут Алхимику идти либо в соло-мидку, это позиция, да, то есть играть через Exit Spray и максить Боттл, ну, точнее, обузить Боттл, или жить в качестве семи-суппорта вместе с Феномайсером, бегать по карте под смоком и пытаться кого-то убивать. Ну, второй вариант мне нравится больше, все-таки Алхимика в качестве семи-суппорта действительно достаточно такая сильная машина для убийств получается, и очень четко этот парень может исполнять, в принципе. Так что, я думаю, Power Rangers именно для этих целей забрали у себя Алхимика. Так, ну, давайте посмотрим у нас третий пик от команды 4FC. По идее, должен сейчас заезжать второй суппорт какой-то к Visage. Что-то наверняка нужно брать более-менее мобильно. Ага, взяли они сперва Windranger, Windranger... Ну, скорее всего, тоже какую-то соло-позицию займет, может быть, мид, может быть, даже как керри в триплу пойдет. Но поглядим, во всяком случае, последние пики покажут определенно точно. Ну что, по одному пику еще в этой стадии, досмотрим. Ага, от Vault Devour. Ну да, все, исключаем вариант с тем, что Алхимик у нас будет стоять в соло-мид позиции. Там будет нас стоять, конечно же, от Vault Devour. Ну что, в принципе, сформировали уже триплу команда Power Rangers. В принципе, трипла довольно-таки сильная, что можно отправить ее будет, наверное, на сложную линию, чтобы там они смогли показывать свою комбо-бомбу, уничтожать команду противников. Так что, в принципе, на легкую линию можно еще кого-то будет взять в команде Power Rangers с последним пиком. Так, ну и ласт пик в этой стадии от команды 4FC. Очень пока такой своеобразный пик у них получается. Вообще, пик WinRanger, она очень ситуативный персонаж. Не в каждый пик она подойдет, но, видимо, что-то 4FC подготовили к этой встрече и какую-то свою, видимо, стратегию. Так что третьим пиком спокойненько забирали, там особо не думали. Вот кунку еще себе забирают. Очень-очень интересно. Ну, пока не совсем, правда, понятно, как будут лайны располагаться, да. Тут есть хороший вариант, в принципе, клокверк на сложную WinRanger в соло-мид. Кунка висит в качестве керри и суппорта, соответственно, в триплу куда-то. То есть не хватает последнего суппорта ласт пиком, по идее. По моей логике, может быть, все будет иначе. Так, ну что, у нас по одному бану, потом еще по одному пику и будем, собственно, смотреть за этой картой. Ну, если, опять-таки, следовать моей логике, тогда команде Power Rangers сейчас нужно будет забанить в каком-то неприятном для себя суппорте. Ну, прям что-то вот мне очень нравится Enchantress в данном пике. В команде 4FC, например, заехал бы неплохо. Либо же Naga, например, тоже было бы весьма кстати. Вот они решили избавиться от Коута Керри героя. Видимо, они думают, что Кунка отправит нас в мид против Отфолда Ваура. Получится Клокверк у нас на сложную, например, да, и Виседж и Винрейджер все-таки в качестве двух персонажей в триплу. Тогда да, тогда Винрейджер в качестве 7 суппорта не хватает керри. В принципе, так тоже можно. Но вообще-то, Кунку обычно берут последним пиком только для того, чтобы он хорошо стоял против Отфолда Ваура. Это один из немногих героев, который стоит хорошо против Отфолда Ваура, поэтому тут либо Кунка, либо Рассор, как говорится. Вот решили взять Кунку. Ну, забанили. Окей, команда ФОРСи. Ну, по идее, не хватает одного оффлейнера сейчас в команде Поверейджерс. Вроде как. То есть здесь нужно будет что-то, что-то такое, может быть, типа Баунти Хантера забанили. Тимберсоу, да, неприятный очень оффлейнер. Его забанил у нас, собственно, капитан команды ФОРСи. И Темплара, Сасси, забирает команду Поверейджерс. Тут уже становится очень-очень интересно. То есть, в принципе, есть хороший вариант. Например, от Волдевауэр в мид, Темпларочку на легкую линию трипла в сложную. Либо, наоборот, Темпларка в мид от Волдевауэр идет в легкую и триплана сложную. Что еще можно? Ну, другие варианты, в принципе, отпадают, по сути дела. Потому что от Волдевауэр и Темплар Ассасин, по сути дела, на оффлейне стоят очень плохо. Не те эти герои для оффлейна. Так, так, так. Ну и ласт пик от команды ФОРСи. Давайте посмотрим, какой же стратегии будет придерживаться эта команда. И будем дать посредственно за самой картой. Он предполагает в чате, что Клок плюс ВР-ка может до бла вообще пойти. Как жизнь? Жизнь отлично. Идет своим чередом. Герокоптер забав. Ого! Это тоже очень интересно, наверное, на цепик. То есть, вот он керри герой в триплу получается. Ну да, Клоквер, Коффлейн, Кунка, Мид, Трипла с фармящим герокоптером и Винрейджер в качестве семи-супорта. Висэдж в качестве полного суппорта. Ну, наверное, скорее, будет вот именно вот так вот, как мы с вами сейчас сказали. Посмотрим в итоге, что получится. Так, ребята разбирают себе, собственно, героев. Посмотрим, кто только будет им исполнять. Так, у нас команда... Команда ЕСФЭКС. Поварейджер, собственно. У нас ФНГшка будет играть на Виномансере. Джейфо будет исполнять на алхимике. Чеширский код будет от Волдеваури. И за ЭКСЦ на Тэплар Ассасин. И остается последний герой. Это будет Мирана. Так, ну и команда ФОРФСИ. Так, Стрэндж Байо будет играть на Гарокоптере. Блум на Кунке. Стэн Диндет будет исполнять на Виндрейнджер. ФОРФСИ Члили будет играть на Снаклокверке. Остает у нас Бумски. Бумски это у нас, видимо, будет Писедж. Вот так вот. Ну что, ребята определились с набором своих героев. И вот мне очень будет интересна расстановка лайнов. Да, Мун, Мун взял, конечно, себе Мирана. От Волдевауру. Угу. Варды ему тут дали. Отправился он куда-то на нижнюю линию. Вместе с Виномансером. Виномансер с Центриами. Тэпларочка отправляет все-таки в соло-мид позицию. Видимо, его айтем билд идет как раз-таки на фастботл. На топ идет у нас Мун. Вместе с Алхимиком. Угу. Ну да, фармящий, конечно же, Мирана будет. Алхимик, скорее всего, будет в качестве семи-супорта. Ну и к нему тоже будет потянуться потом Виномансер. Так и есть. Ну да. Трипла сложные все-таки и от Волдевауру отправили в легкую линию. Как-то так. Команда ФРС пока непонятна. Они пятером забегают, видим, в чужие леса. И, кстати, смогут найти этого от Волдевауру. Если слишком далеко выйти, нужно быть аккуратнее. Через Кумкату поставил об сервер вард и все, бежать. Просто бежать. Там уже, я думаю, этот вот Кали. Готов был шиклшотить и так далее, чтобы опять-таки связывать от Волдевауру. Но немножечко не получилось. Вижен хороший. Тут Блум, мы видим, с модным своим Шэдом Блэйдом бегает. Ну, пока, видим, расставят вардишки. Ну, смысла, на самом деле, здесь от вардов не будет, да? Вот этот вот вард, этот об сервер, который поставил сейчас у нас Кэль, он, по сути дела, бесполезный, потому что в соло здесь будет стоять от Волдевауру. И, по сути дела, пулы ему делать не нужно будет. Так что, вот, просто взря такнули об сервер вар. Тем более, прекрасно видела команда ФРС, что здесь от Волдевауру будет на легкой линии стоять. Ну, ладно. Тем не менее, поставили второй об сервер, видим, на нижнюю руну. Будут ее тоже чекать сейчас. Три секунды до старта. И посмотрим, кому повезет больше, Муну или Блуму. Повезет больше Муну, Мирана. Руну инвиза, видит ее и будет забирать, по всей видимости, да, оставлять на майс. Ну что, ЗХЦ в миде будет стоять у нас против Клокверка все-таки, да? На нижней линии у нас будет Блум стоять на кунке вместе с Винрэнджер. Вот так вот, интересно, даббла сформировалась. И на топе у нас будет гирокоптер, и с упорцить ему будет Виседж. Вот такие вот интересные решения в исполнении команды ФРС. Ну, ребят, я не знаю. На самом деле, то есть у кунка в Хардлайн вместе с Винрэнджер, это что-то новенькое. Такого я еще не видел. Как это вообще даббла будет взаимодействовать, пока непонятно. Ну, то есть, да, понятное дело, то есть если будет шоколшот какой-то от Келли, туда же пойдет Торен, все будет замечательно. Но вот в плане фарма и в плане стояния на линии против Отволду Ваура. То есть Отволду Ваура будет по-любому кого-то брать в Астрал и, по сути дела, зарабатывать себе экспу. Причем, я думаю, не будет, то он не стесняться, опять-таки, отправлять в Астрал какого-то кунку и спокойненько добивать крипов. Ну, куча у него хилочек есть, так что все, в принципе, в порядке. Какое-то время здесь шишерский код, думаю, простоит. Особо, видимо, от крипов его здесь не отпугивают. Ну, а тем временем First Blood там, собственно, забрал где-то сверху Мирану. Да, табла все-таки работает, вот это вот, да. Был ли там рядом Миномастер, вопрос. Миномастер не был рядом, он был вообще внизу. И здесь просто Алхимик вместе с Мираном спрятали, справились с своей задачей. Ну, в принципе, стратегия-то понятно, да. Стан залетает, Конкоушн, под Эксид Спрейт, туда залетает Эрроу и, в принципе, с руки добиваем. Все просто. Убили они, видим, конечно же, Стрэндж Байо. Собственно, Гаррокоптер, это главного керри-героя, просто забрали. Сейчас и оставили без начального фарма. И, по сути дела, здесь команда Поверейнджерс на хардлайне должна доминировать. На самом деле, здесь, наверное, больше Поверейнджерс просто пытались спрятать с Волдвауэра от Кунки, да. То есть убрать его с банального мида. Но в итоге в Поверси это все разгадали. Весь план, и, собственно, Кунку отправили в нижнюю сторону, как раз-таки против ОД. Так, ну что, какие-то проблемы, видимо, у Чирского кота. Пишет он, что у него лаги. И, видимо, потребуется ему реконект какой-то. Дождемся. Привет, готодочного стрима. Привет, привет, народ. Сколько лет стримишь? Да, год второй только еще, по-моему. С учетом первой дотки. Так, ну, наконец-таки, перевозобновляют игру. Пауза была непродолжительная, это здорово. Никаких пауз, чтобы без минимальных задержек все будет окей. Ну что, с терклетом, видимо, уже левел 3 от Волдвау, астрал на 2, конечно же, и Сен Сауэр он тоже прокачал. Веномансер просто пробежался вниз. Непонятный Сентри Варт вартнул. Я вообще не понимаю, зачем вот это все делает у нас Веномансер. То есть, если они тоже решили поставить себе даблу снизу, то тогда нужно будет делать пулы. Но вот этого вартера они не нашли. Пытается у нас Веномансер отводить крипов, пулют на себя от Волдвауэр. Ну, видимо, что не стесняется он, собственно, на блумы кидать постоянный астрал. Уже без интеллекта практически остался кунка. Бывает. На то время здесь будут разбираться, конечно же, 2-7 и Суппорта. Веномансер и Верка. Подходит она вот сюда, пытается как-то отвести на себя крипов. В принципе, довольно-таки неплохо получается. Что в миде? В миде у нас за XC. Темплар Ассасин, собственно, 2 на 6 имеет КС. У Чриле, кстати, 9 на 3. Чриле выигрывает свой лайн, причем очень даже неплохо. Все-таки Коги против Темпларочки работают на ура. И даже при хорошем раскладе, в принципе, способен, думаю, будет Чриле убивать своего оппонента. Ой, выталкивает, смотрите, еще дальше за текстуры. Ну и без маны остается у нас, собственно, Темплар Ассасин. Ну, в принципе, Боттл-то уже имеется. Да, еще и руны коллекционируют. Так что можно будет обусть через Курьера, можно будет руны собирать. Так что за XC, в принципе, особых проблем быть не должно. На топ-лейне. Смотрим мы за фармом у Муна. Видим, что у Мирана 9 на 0. Что у Гирокоптера? У Гирокоптера у нас имеется пока 9 на 1, кстати. Несмотря на смерть, довольно-таки неплохо у нас стоит. Так, теперь у него атака вниз. Алхимик переместился вниз. У Блума большие проблемы. Получает он Минэмгель. Стан еще отвел. Ой, как больно. Тут Алхимика. И по Дэсс Прэмзи это дело происходило. И убирают. Убирают, конечно же, здесь Кунгко. Отправляют в таверну. Пытается уйти у нас, собственно, Бинрейджер. Но она-то, конечно, уйдет. Но потеряли, опять-таки, фармящего героя команды ФРФС. И все не так-то гладко становится. 2-0. Поверенджерс пока ведут. Начало очень даже хорошее. И, конечно же, стоит отметить перемещение от суппортов. То есть вот J4 вместе с ФНГшкой бегают вдвоем. Пока развлекают команды противников. Все, довольно-таки, получается у них неплохо. Побежали сейчас у нас в мид. Давайте посмотрим, что у них из этого получится. Попробовать гангнуть Чрилли. Это можно. Но проблема только в том, что левел пятый уже Чрилли. Имеет фулл ХП, фулл МП. Так, Стан сейчас будет залетать на задал Химика. Не будет Эксис Прэйс. Стал. Чрилли зачем развернулся? Лолвин Эмгель он поймал. И будет забирать его СХЦ. Включает рефракшн. Чрилли сам себя пытается закрыть. И последняя точка долетает от СХЦ. И 3-0 становится еще от пользы команды Поверенджерс. Да, просто мда. Ну, на самом деле, так, тем временем, там Муна пытается зажать на топе команда ФОРС. Нагрызает Бумски очень сильно. Соло Сампшн не стал давать почему-то. Ну, наверное, просто знал, что не добьет в любом случае. Ну, что стоит отметить, да? Вот этот вот в миде Клокверк, который стоит. То у него была, в принципе, инфа Кункати Времени вместе с Минрейджером все-таки забрали от Волда Бауэра. Немножко заигрался здесь чешевский код. Так вот, сегодня могу закончить мысль. Да, Чрилли, собственно, знал. Была инфа о том, что суппорты переместились откуда-то снизу. Что их нет на нижнем лейне. Что они пошли гангать. И, конечно же, мидлейн самый близкий лейн, скажем так, от низа. Поэтому Чрилли должен был отступить назад. Но он в итоге остался на лайне и поплатился своим здоровьем. Ну, первый фракт в любом случае команда ФОРС себе сделала. Поэтому еще становится 3-1. Так что Металь от Волдуар прилетает. Обиженный очень. Прячет в астрал и продолжает опять-таки коесть. Кстати, пошел, видимо, на рецепт на быстрый Хэнд оф Мидас. Рецепт он себе уже приобрел. Осталось купить только себе Голлс оф Хэст. Мон. Купил себе уже, кстати, фейзы. Один килл у него есть. Не умирал еще ни разу. Поэтому превосходно себя чувствует здесь Мирана. Левел пятый уже имеет. Все неплохо. Так, Виномастер. Пошел опять-таки на ганг. Здесь отходит Сабин Рейджер. Могут быть большие проблемы. Кунки, если слишком далеко будет выходить. Ну, не знают об этом перемещении, конечно, игроки команды Пава Рейджерс. Вин Рейджер у нас бегает. Контролит, пытается руна. Не получается пока. Не находит ни одной руды. ЦХЦ в мидиум. Уже руна Хаста. Руна Хасты имеется в батле. Имеется также сапог. Типа 30 монет. Довольно-таки неплохо. Ну, то есть фраг он на 4-ли сделал. Денежку себе дополнительную получил. Поэтому все хорошо. Так, теперь рейнем атака. На Блума. Тут пытается вина мастера забрать. Тоже связка, по-двоему. Какой хороший повершотик. Боже, царский. Просто залетает команда в 4-фс. Проблема через колокота. Нужно давить на пятки. Нужно как-то уходить. Тем временем Миран на топе забирает гирокоптера вместе с Алхимика. Пытается забрать еще. И смотрите, убивают. Такие они этого. А Висаджи тут зажимает в коках Чили. Как бы он не умер сейчас, на самом деле. Мун. У Муна просто маны нет, да? Мун. Муна не был. Нету маны. Была бы мана, можно было еще и Чили убивать. Но в любом случае, конечно, размен получился превосходный. И команда Power Rangers здесь на топ-лей не отыграла как надо. Тем временем, смотрите, бежит СХЦ. Прямо по тавр заходит. Хорошо под рефракшн. Пробивает очень сильно ВР-очку. Но ВР-очка здесь просто мансовала. Прекрасно зная, что есть у него Винран. И есть у него, конечно же, шоклэшот. Пытался развести СХЦ. СХЦ это понял. Развернулся и ушел. Купился, кстати, ПТ. Находит очередную руну. Уроны дабл-дэмэджа. И возвращается опять-таки в мид. Так, Виномастер тоже там же. Хэнд оф Мидас. Доформил себе все-таки от Волдеваур. Несмотря на одну смерть. В принципе, довольно-таки ранний Мидас получается. На шестой минуте. Так что все в его руках, как говорится. Начнет Мидасировать сейчас. Отправляет в свои леса. Найти крипа побольше. В те время проблемы учили. Пошел он... Получил замедление от Винамгеля. Поставил Коги. Бегает рядом с ХЦ. Не знает, что делать. Когам не подойти. Отбиваться от них не хочется. И решили атаковать они здесь Висаджа. Есть одно замедление. За ХЦ бежит до конца. Не хватает здесь, конечно, фейзов. Но провызывает Боттл. Так, под Мелда будет ли удар? Нет, рефракшн. Удар очень больно по Висаджу. Дистанция Чирили тоже подставляет. Зачем Чирили-то подставляется? Боже, уходи по Тауэр надо. Приходит сюда на стенд-ин. Соло-самшн. Виномайзер. Пол ХП, как не бывало. За ХЦ надо связать. Врыгивается Чирили на Ло ХП. И вот она связка моей мечты. Хорошо, под Шиклшотом должны разбирать. На Шиклшот только первый уровень был. По итоги, размен получился у нас. Клокверка в Тамплар Ассасин. И надавил на пяточки Виномайзера. Пытается уйти и уходит, скорее всего. Поставил кучу вот этих вот плэгивардов. Они дают жуткое замедление. Поэтому Виномайзер, конечно же, здесь просто уйдет. Да, ну вы знаете, как-то мне очень нравится, как играет здесь у нас стенд-ин команды ФОРФС. Связки просто все на ура. Шиклшоты просто чудесно и залетают. Были бы они у него промахшены, конечно, было бы вообще замечательно. Хотя, вы знаете, третьего левела он уже вкачал. Видимо, понимает, да, в чем сила. 6-3 пока станет общий счет. Все равно пока впереди команды по Врэджитеру. Анима атакует Блума. Вдвоем здесь пол-дваур не постеснялся ультануть. И спокойненько забирает Кункевича. Очередное перемещение от Алхимика. И снова удачно. Есть у него сапог. Покупает себе смок. Мэджик Ванды. Сейдж Маск. Опять-таки, с выходом, наверное, медаленовку рейдж будет. Левел 6-й уже, кстати, имеет. Есть ультимейт. Отопление. Мирана. 3-0, кстати. Уже Киллинг Спри имеет Мун. Никаких проблем стоять на лане. Так, инвизибилити тут поднимает, собственно, Винрэнджер. Покупает себе Арканы, как истинный суппорт. Так, ну и Гирокоптер. Что же там он имеет? Сапог Риньков. Протекшн. Не самое удачное начало игры для... О, те времена, смотрите, Чили поднимает Виномастер. Находит его. Виномастер пытается спрятаться. И упрячется. Клол. И получается, да, на развороте Виномгель. Чирили пытается драться. Чирили. Хочется дать ракетку, но маны не хватает. Пытался отбиться батлом. Ну куда же ты под эксид спрейм-то отпеваться собираешься. Боже. И 8-3 становится счет в пользу команды Поверейнджер. И снова суппорт. И снова этот вездесущий алхимик, который имеет 7 ассистов. Он участвовал, получается, в 7 килах из 8. Его показатели активности, конечно, просто зашкаливают. Тем временем, смотрите, Винрейнджер находит нас, собственно, от Волдуваура. Была под Инвизом. От Волдуваура ее просто прячут. И нужно уходить под Тауэр. Все просто. Да, видимо, я ожидал, что так быстро кончится у Винрейнджера, собственно, мана. Ой, время Инвиза, поэтому. Вылез внезапно. Захар с этим временем вместе с J4 пытаются пробить на 1 Тауэр по миду. На дефе никого нету. Клукверк только что отдает ракетке. И сам ТП почему-то не делает. Но Тауэр будет просто падать. Темпларка зарабатывает себе дополнительную денежку. Айтем билды. Так, на топик. Это атака у нас. Стенды. Опа, чуть Аэр не попал. Нужно отходить, наверное, Муну здесь. Прямо меж всех промчался этот Аэр. Пробегал здесь Винрейнджер под Винраном. Ну, ничего опять-таки не получилось. Ну, слишком странные ганки, на самом деле, слишком очевидно. То есть сделали ТП в наглую под крипов. Был Вижен прекрасный у команды Паверейнджера. Кстати, на развороте можно будет подраться. Потянулся туда J4, кстати, под смоком. Здесь Мун. Находится рядом Миномайсер. Еще и пришла темпларочка, темпларочка. Миномайсер. Плэгивард поставил. Вот, видите, здесь Бумский. Бумский под замедление. Поставили обсеревард. Вот он, обсеревард. Заходит J4. И стан нужно разрешать Бумского. Бумский. Гирокоптер дал, конечно, свой кулдаун. Здесь цепляет 0,6 каких-то там героев. Продолжается атака. Влетел. Чили у нас в J4. Пытается его пробить. J4 живет. Какой же у него бешеный ХП-реген. Все равно он умирает. Корабль залетает никуда. Ну, просто чтобы дать баф, Бум это сделал. Проблема Виномайсера. Связка опять-таки от ведра. Вот это Виндрейнджер. Как же больно-то. Аймун пытается разворачивать подряд. Старфолл его давал. Убивает Кунку. Пытается пробить Чили. Просто притык давал Эрро. Но хватило тут ХП у Чили. Выживает он. Крипы его просто забивают. Боже, размен получился 3 в 2 в пользу команде 4C. Какие же биты они отправляются на базу? Виндрейнджер. 75 ХП. Тут убегает нас Бумский. Тут 152 ХП. Да уж. На самом деле драки не хватало от Волдваура. Был бы он там, дал бы 1 ультимейт, шваркнул бы и все. Все бы решил использовать команд Поверейнджер. Снова его там не было. А он просто фармил. Нафармил себе на ПТ. 2-1-0 у него стат. После Мидаса. И имеет еще 830 монет. На топе, теориенем, Джейхо. Несмотря на смерть, не унывает. Это же алхимик. 0-1-8 у него стат. И просто бьет Тауэр под своим ультимейтом. Эксиспрей повесил. Здесь у него, опять-таки, рядом находится Виномастер, в случае чего. Ну и попытается ли заставить Тауэр команда Бойер Си? Не получается. Ну и опять-таки, теряют один Тауэр за другим. То есть уже 2 Тауэра потеряли без сопротивления, по сути дела. То есть это дают лишнюю денежку для команде Поверейнджер. И что там в итоге получается по золоту? Мы видим, да? Вот она разница. 6000 плюс практически имеет команда Поверейнджер сейчас. И около 3000 по опту. Ну вы знаете, на 12-й минуте достаточно такое серьезное преимущество у них сейчас получается. Но заработали, опять-таки, путем многочисленных убийств и сноса Тауэр, конечно. 4FC у нас пытается сконцентрировать свои силы снизу. Пушить Т1 Тауэр. Рядом Блум. Подтягивает сюда еще и Винрэнджер. В воршотике выдает. Рядом Чили. Чили. Хукшот есть. Сапог Боттл. Сталчилл. 0-4-4. Соло мидкок вверх. Все очень плохо. Но тем временем, мы видим, не стесняется. Команда Поверейнджер спушит дальше. Заходит 1-2 Тауэр. Пытается его пробить. Да, медальон в корейджу Алхимика. Все хорошо. Темп Ларки тут скоро уже. Да, появляется рецепт на Драма Фэнджеранс. Мун тоже купил себе барабаны. Зачем тут, кстати, два барабана на команду? Непонятно. То есть у Темп Ларки будет и у Муна. Зачем? Смысл. Ну ладно, это их дело. Ну и на деф-таки пришли. Игроки команды 4FC. Что тут у нас у Стрэнджбая? 0-2-3 у него стат. ПТ-ринг, Факвилла, Мэджик Вонд. И жесткая над ним доминация. Потому что убивает всех. Просто постоянно его. Постоянно фокусит. Винрэнджер. Ну, опять-таки, Аркан Буц и есть. Поэтому можно будет спокойненько раскидывать повершоты просто по кулдауну. Висыч у нас только сапог имеет лвл 6. Но главное, что появились у нас, собственно... Атака, в теории, не была снижена. Волдвау даблкил делает. Пришли они сюда вместе с J4. Снова, опять-таки, 2 килла на ровном месте. Ну, здесь, на самом деле, не уследишь за командой Power Rangers. Стоит, наверное, только поставить автокамеру на Алхимика. Потому что этот пайринг только везде какой-то экшен вносит в карте. Без него фраги практически не делаются. Вот у него 0-1-10 из 12 киллов. Да, уж, все отлично. Ну, кстати, покупает себе рецепт на Hand of Midas. Тоже будет медасировать. Ну что, укрепляет свое преимущество команда Power Rangers сейчас. Доминирует на всех лайнах, по сути дела. Сносит один тавер за другим. Пытается как-то за ними успеть команда 4FC, но... Что-то как-то только проседает в замесах. Шеклшот прошел от стендина. Один из, наверное, немногих, который не попался. Никто под этот шеклшот. Ничего страшного, бывает. Блум тем временем имеет. Только Брейсер и Фейзы. Вообще, по-моему, очень сильно проседают... Какие-то керри герои команды 4FC по Net Wars. Сейчас мы посмотрим это дело. Ну, так и есть, смотрите. Практически 5 героев команды Power Rangers намного больше нафармили, чем 5 героев команды 4FC. Вот, каждый из них. Единственное, что Гаррокоптер больше нафармил, чем Виномастер. И тот только на 300 монет. Да, уж, конечно, перепаки очевидны в пользу команды Power Rangers. Виномастер уже не стесняется фармить Чижие Леса. Тоже через Аркан Буцы. Есть в Маджикон 15 зарядов, 1300. В принципе, при большом желании тоже может купить себе Мидас. Почему бы и нет. ЗХЦ. Барабаны все себе никак не принесет. Фармить дальше, левел 8. В Миде Мун. Мун покупает себе будет Яшу. Рецепт уже есть. Есть у нее также Блэйд Фалакрити. Не хватает только на последний артефакт. Так, ну и что? Снизу перемещается команда 4FC. Пока только вчетвером. Гарокоптера не хватает. У него есть ТП, случай чего. Ну что, J4 поставил, если спрей будет его цеплять. Хорошо, посадили здесь птичек. Шекл-шот, повершот. Как же болит, J4. Но Торрент его сажает и моментально его тут пытается сбрить. Но от пол до вару его засейвил. Просто спрятан в астрал. Будет он выживать. Миран скатанул ультимейт. Хорошо, за конце проседает, за конце. Лол, как ты умираешь-то? В живых-то каким-то чудом просто остается. Ассамжен долетает. И в живых остается все равно. С ТП, все время умирает. Виседж, Мун дает эру. Не точно. Просто идет и всех бить J4 этим райт-кликом своим. Двоих они уже забрали. И там в погоню пошел дальше Алхимик. Но успели спрятаться по тавру. Остальные герои команды 4FC. Как здесь выживает команда Power Rangers. Просто каким-то чудом. Сперва засейвил от Волдауауэр Алхимика. Позволил ему выжить. Дальше каким-то чудом спасается ТП, все. С ТП под ульцемейтем Мирана. Невероятный то ли это лаг, то ли это действительно просто отличный тимплей. Тут сложно сказать на самом деле. Но игра команды Power Rangers просто впечатляет. 14-6. Готовы они завоевывать вторую победу. Собственно в рамках Star Series в четвертый день. Ну почему бы и нет. Ну что. Попытка снести Т1 Тауэр. Очередной плюс команда Power Rangers. Тут же герзуется Glyph Fortification. Эй, ару! Как же больно! Тут залетает Винрэнджер. Вистор сюда приходит. Стан. Моментально у нас здесь от Алхимика сажают его на крест. Есть Торрент. Колдан. Пошел Алхимик. Бедняжка проседает очень сильно. И просто, да, сагрил на себя все внимание. Того, чтобы тиммейты просто могли степо-аутся, степэшиться и уйти. Уходит у нас, видимо, от Толдвауэр. АТБ там, пожалуй, кто-то из героев. А, это, видимо, это Пларочка, да, просто в мид переместилась. Ну, как-то так. Ну, с ХЦ мы видим, появляется Огар Клаб. До сих пор не приносит себе Драма Фэнджеранс почему-то. Не хочет. Будет делать себе, видимо, ПКБ сразу. Ну что, Тауэр-то засейвили. Кстати, почему-то не сданяли его игроки команды ФОРФС. Просто забили на это дело. Ну, что такое. Мирано с Яшей мы видим. Да, тот самый Мидас нарисовался также у Виномастер. Ну, это, получается, третий Мидас для команды Поверейнджерс. Так ведь? Мидас с Мидасом. Все, все с Мидасом. Ну, преимущество мы видим уже по опыту. Больше 10 тысяч. По ХП... По золоту, точнее, больше 11 уже. Да, шикарное преимущество команды Поверейнджерс. Я не знаю, как они смогут эту карту поиграть. Если вообще такой вариант возможен. Главное не допускать ошибок, и все у них получится. От Волдвару покупил себе Форстаф. Мы видим 1800 денег сверху. Вот Мирана фармит дальше себе, видимо, на Манта Стайл. Есть тысяча монет. Здесь у нас что? У Стрэндж Бая только Огр Клаб появился недавно. Хочет сделать себе БКБшку, но БКБшка будет не скоро. Ну что, под смоком. Забег от команды Форси. Вы знаете, одна из таких забегов. Можно назвать, наверное, забег последней надежды. Потому что, действительно, если они сейчас кого-то убивают, то есть еще какие-то шансы. Вот, например, JFO могут забрать. JFO включает форму. Кемикал Рейш. Туэмитально его пытаются спрятать в инвиз. Но тут же Просветка пошла. Ставится Коги. Кулдаун. И спокойненько Минрэджа забирает фраг. От Волдевауэр в те время синициировал. Сейчас может встрять. Просветка очередная пошла. Видите, здесь от Волдевауэра. Форстафует он себя. И, кажется, спасается. Но приходит уже вся тима эта команда Поверэнджерс. Просто потягивает сюда. Мун дает Старфолу потрясающий. Сейчас Волдевауэр шваркнул. Минус два моментально. Посадились на торрент Муэна. Он уходит просто с липауто. Трипл килл у нас там кто-то сделал. Это чешуйский код. Оформил трипл килл. Пытается уйти у нас. Тем временем Кунка от Волдевауэра спрятал. И Кунку, конечно, здесь тоже зажмут. Оставьте фраг, пожалуйста, для... Ребят, Волдевауэр. И это ультракилл. Вот такая потрясающая игра получилась. Ультимейт заехал как надо. Ну и на камбэке неплохо отыграли команду Поверэнджерс. 1 в 4 получился размен. Ну и уже после таких разменов, в принципе, можно писать ГВП. Потому что в этой карте, скорее всего, уже ничего не спасти. Ну что, опять-таки, попытаются до конца добить этот Тавар Т1. Команда Поверэнджерс. Странно, почему до сих пор его не сданяли. Полдевауэр зарабатывает тебе еще лишнюю девушку Ставимвора. Появляется у него уже 4500 денег. Очень много. Посмотрим, что возьмет себе. Покупает Мистик Став. Ну и либо это Скафа Вайс, либо, опять-таки, Шива Сгуард. На самом деле, что бы он здесь не собрал, все будет замечательно для него. Так что, в принципе, какой именно айтем будет, неважно. Чили, тем временем, врывается Виномайстер. Пытается Соло его забрать. Тут же будет сейв от Валдвара. Надо спрятать. Надо спрятать. Не успевает спрятать. Может быть, убить Чили за это? И что-то как-то вообще Кулдвара ничего абсолютно не сделал. Хотя был у него и Форстаф и так далее. Мог пытаться как-то, не знаю, у Астрал спрятать своего Виномайстера. Но он просто забил на своего суппорта. Ну что, 18.9. Двукратное преимущество по киллам команды Поверэнджерс. По деньгам, мы видим, уже больше 16 тысяч преимущества. По XP уже 14 тысяч. Такое, как вы знаете, уже практически не отыгрывается. Не рано приобретать себе ультимой торп. Да, не хватает. Доман доставил всего лишь 10 монет. И что-то собирается делать команда Форфи. Очередной смог. Да, очередная попытка кого-то найти, кого-то загангнуть. Или они, смотрите, за их цель вместе с Чилиским Котом вдвоем заходит бить Рошан. Это может быть большой ошибкой на самом деле. Подозреватель об этом команды Форфи. Просветка пошла, никого не видят. Ракетка. Вот теперь ракетка-то видит. Вот он за ХЦ стоит. Вот он от Вол Двауэр. Ультимейта нет, ничего нет. За ХЦ пытается уйти, спрячет его просто в Коге. Начинается расстрел. Джим от Стрэндж Бая. Очень больно на самом деле залетела. Умирает Топарасаси. На от Вол Двауэр себя просто форстафнуло оттуда. Добить Рошана. Правильно, команда Форфи. Просто бить Рошана. Залетает корабль. Никуда. Просто дать дебау. Замедление жуткое на Рошане. Мы видим, пытается выбить просто руки. Проблемы большие у нас. Все время у ФНГшки. ФНГшка отлетает. Мун продолжает стрелять в спину. Алхимик пришел Эксид Спрей. Ну все, теперь можно просто всех убивать. Стар Фоллы. Минус один. Блум должен отъезжать. Блум тоже в таверну. Минус два. Даблкилл Бай Мун. Идет до конца у нас Алхимик. Пытается его связать как-то с Шиклшотом. Минрейджера немножко не получается. От Вол Двауэр спрячет нас кого-то. Прячет Минрейджер. Убивает ее. Убивает Айгс моментально с Горокоптера. Сейчас будет его тоже убивать. Там, конечно же, нет БКБ. Поэтому Алхимик забривает его станом. Очередной фраг. Замедление на Висы же. Это будет минус пять. ЗХЦ пойдет до конца. Нет, не пойдет. Не настолько стальные его яйца, чтобы зайти дальше под Тритауэр на двадцатой минуте. Но ничего страшного, в принципе. Опять-таки, несмотря на провальный заход на Рошана, нашли в себе силы команды Поверэйнджерс. Просто вернуться в замес и опять-таки пытаться отомстить. На самом деле, просто сейчас, на данной минуте, у них просто бешеный перепак. Поэтому сражения типа четыре в пять, три в пять вполне себе могут осилить команды Поверэйнджерс, находясь в меньшинстве. Это они, в принципе, изобразили на ваших экранах. И теперь уже точно команде ФРС, наверное, ничего не светит в этой карте. Тауэр у нас, видим, разрушает Алхимик. Мидас есть. Два четыреста денег сверху. Не жили четвертый Мидас, на карте. Нет, три Мидаса только собрали. Не собрал себе Мун и за их цепь только. Так, теперь, смотрите, вырывается опять-таки в Алхимику. Алхимика КД, кстати, на ультимейте, очень плохо. И GFO, скорее всего, просто отъедет. Надо бы закупиться, закупиться не успевает. И отправляет в Ставерну. Ну, хоть здесь Чрилли хоть что-то делает, зарабатывает какие-то фраги для своей команды. Однако, 2-8-8. Немножечко демотивирует, наверное, на команду. У соло-мидера, когда такие статы. Кулдаун в Муна. Манта Стайл ему тут иллюзии моментально убиваются. Два двести у него сверху денег, кстати, есть. Чешурский кот все-таки собрал себе скафу в Вай. 724 монеты сверху. Миномастер покупает себе хедрэдочку. Будет делать, конечно, Меканз. Странно, что до сих пор у него этого Меканзма нет. Давно бы уж пора с такой-то игрой. Так, ну, чешурский кот там уже в соло с кем-то разбирается. Находит Финдрэнджера. Избивают ее тоже. Багободобная серия убийств. Теплар Ассасин. Пытается нафармить себя на БКБ. Фармит Лиса за Икс Ц. Ну, на самом деле, видим, что команда ПВ Рейндж особо не торопится выигрывать эту карту. То есть, они понимают, что сейчас все на их стороне. И фарм, и все остальное. То есть, здесь, если что-то придумают, только придумывать для команды 4FC надо. Так что, думаю, команда ПВ Рейндж спокойненько, думаю, эту карту доведет до логического его конца. И все будет хорошо. Ну что, продолжаем смотреть дальше. Так, по миду у нас пытается команда ПВ Рейнджа снести Т2 Тауэр. Без какого-то особого сопротивления. Клокферта пытается раскидываться ракетками. Но это максимум, что он может сделать в данной ситуации. Блум. Дал торрент. По иллюзиям, иллюзию забрал. Кунка, кстати, покупает себе мы видим Клэймо. И попытки забрать себе Шадоу Блейд. Запоздалый. Причем, если он соберет себе Шадоу Блейд, это будет на минуте 25. То есть, очень-очень поздно. Ну, я не думаю, что, в принципе, этот Шадоу Блейд вообще чем-то поможет. Миканзо Миномайсер. Дособирал, наконец. И Т2 Тауэр, конечно же, будет по миду падать. Ну что, минус 6 Туворов. И последний рубеж. Это заход на ХГ команде ФОРСИ. Они там уже смог, видимо, прожали. Такие спрятались на своем ХГ. Пытаются, может быть, что-то изобразить. Какой-нибудь комбо-вомбо. Ну и, может быть, сами себя перекидлили. Команда ФОРСИ, да. Даже на стадии пиков. Тут как-то расставили не очень понятно лайны. Да и по личному скиллу, если честно, они тоже, конечно, уступили. Потому что элементарные ганги от суппортов. Они это не прочитали. И в итоге отдавались. Гарокоптер поймал 5-секундного леща. Полхопоеда от Волдевар. Шваркнул. Нужно Джейфо как-то убивать. Тут там Мека. Джейфо пытается сжить. Включает БКБшку. Торрент, корабль. Все это через кокота. Через кокота. Кот успел себя, в принципе, спрятать. Вастрал пока будет еще выживать. Смотрите, еще пытается подхиливаться. Ну, там пробиваете временем Чили. Убивает Виседжа. Умер также у нас Виномайсер. На два размен убивает нас и Кунку. Это минус 3. Четвертый тоже падает в Винрейнже. Пытается байбэк у нас сделать Кунка. Гарокоптер уходит на ЛОХБ. Просто хилится. Но здесь под БКБ с ЗХЦами, своими суппортами и Муном. Будет забивать Т3 Тау. Да, алхимика здесь на самом деле не пробить. Блум пытается что-либо сделать. Но демоджа у него настолько мало, что просто алхимик будет ему смеяться в лицо. Однако вот куча там всяких дизейблов. Еще Коки поставил 4, а вот уже 4 против 1, это конечно не честно. И алхимика отправляет в таверну. Не удалось с этого раза зайти и снести в сторону команде ПВ Рейнджерс. Нужно отойти назад, подождать своих респаунов своих тиммейтов, отхилиться и потом уже идти в новый бой. Мирана 3.400 денег уже имеет. За ХЦ БКБшку 1100. Кстати, потеряли не Курьера еще где-то. Ну, видимо, пока летел к ним туда. На чужой ХГ. Там кто-то, видимо, успел команды ФРС его подконтрить. Ну что, Кун Кам отбросил, опять-таки, сборку своего Шадо Блейда. Еще на минут 15, потому что, ну, вот, опять-таки, умер. Сделал байбэк, очень много денег потерял. У Мин Рейнджера мы видим только Аркан Буци, ничего нового. Стрэндж Бай покупает себе ничего тоже. БКБ эти 1000 монет только сверху имеется. И все на этом. Бумски, бумски, бумски. Мека Сапог. Что там у Мин Рейнджера? Ничего нового. Да, мы ее смотрели. Не смотрели, только Чирилли. Чирилли погуляется Бродсворд и до сих пор нет еще даже намеков на Блэйд Мэйл. Все очень плохо. Как бы они сейчас не дрались с учетом байбэков и так далее, дефали свои стороны, но у них по-прежнему все очень плохо. Я думаю, что там уже перепак 20 тысяч. Так и есть, даже больше. 25 тысяч практически преимущество команды Повер Рейнджера. По XP мы видим около 20 тысяч. Ну, полный джетельменский набор Виномастера. Мы видим Аркан Буци, Мека на подхилл своей команде. Ну и, конечно же, имеется Гем и Миндас с Мэджик Вандом. Дивардинг жесткий идет. Тут у нас пошли какие-то попытки команды ФРС кого-то загангать. Чирилли уже встал в исходную позицию. Снизу, кстати, чешевский код, можно в него влететь. Однако нужно делать крайне аккуратно, потому что у этого парня есть и Хекс. Сейчас будет еще у него и рефрешер. Это будет, конечно, в войне неприятно. Два раза швакнет один за вес от Волдебауэр. Там практически будет минус 5. Ну что, ЗХЦ пошел вперед. Включает рефракшн. Так, Чирилли тут меняет кукшот. Врывается прямо ЗХЦ. Алхимик пошел вперед, тоже раздавать лещей. Прошла просветочка. Кораблик в узкий проход. Никого там не будет цеплять. Мун плодовит в стану. Еще неприятно. Время на драк у нас разделяется. ЗХЦ пока у него зачили будет его убивать. Это минус 1. Блум просто сделал ТПЛ. Пытается у ТВС уже убили. Так, все хорошо. От Волдувара сцепил опять к своему мультимейту. Минрэнджер тоже ее убивает. Это минус 3. Дабл килл Байк и Ширский Кот. Ну и теперь будет заход, конечно же, на ХГ. Сносится сторона. Определенно здесь сейчас никак не адефтит команды ФРФС. Вопрос только упадет одна сторона. Либо упадет опять-таки вся база команды ФРФС после прописки ГГ. Ну, видим, что до конца дерется команда ФРФС. Падает у нас, собственно, Т3 Тауэр. Барреки сейчас тоже упадут. Глифа нет. От Волдувара цепляет у нас, видим, с Трэнджбая под Хексом. Задень Хекс его просто сбривает. Включил он там БКБ, но оно сработало целых 0,6 секунд. Все падает барреки. Опять-таки торрент какие-то издалека выдает у нас, собственно, Блум. Блум, Блум. С одним Клеймором так всю игру и пробегал, конечно. До 26 минуты. Очень слабый фарм. Ну да. Все-таки постоянно его там гангал Джейфф. Поэтому собрать что-то просто не представляется возможным. Вангуарте прикупил Алхимик. Опять-таки продолжает танчить. Это Тауэр. Перемягчаются они на мид после сессионного нижнего лейна. Эрро там залетает мимо. Т3 Тауэр падает. Глиф по-прежнему нет. Бьют барреки. Врывается на Чирилл. Тем временем, смотрите, в ЗХЦ. Прячет его восстал, конечно же, через Геккот. И продолжает бить Чирилле. Залетает корабль Кунке. Чирилле на Ставерна отправляется. Сделано Стрэнджбай. Байбэк пытается драться под БКБ. Хоть кого-то расстрелять. Но дэмэджа настолько мало, что просто смеются над ним. Команда Поверенджа. Забивая его тоже. Это минус 3. Правда, два ручка убили. Я думаю, остальных тоже двоих нас забьют. Торрент по-троим неплохо от Лума. Правда, это его не спасает. Пытается винтреть же уйти. Получает Хекс. Умирает тоже. Это минус 5. Ну что, КГУП прописано с командой Фоэр ФС. Поздравляем Поверенджа со второй выигранной картой в рамках четвертого дня Стар Серии. Зарабатывание все дополнительные 3 очка. Ну а команда Фоэр ФС продолжает свой луст-трик. У них уже 0-3. Они, собственно, все укрепляют свою позицию топ-18 на текущей Стар Серии. Возможно, им поведет позже. Ну что, ребят. Вот так вот мы быстренько с вами ворвались. Внезапно посмотрели эту интересную карту. Убедились в том, что команда Поверендж пока сильнее своих оппонентов. Сильнее команда Фоэр ФС. Ну а для вас все это дело, все это безобразие комментировало Адекват. Приятного вам вечера. Продолжаем смотреть мы с вами Стар Серию на СЛТВ одном канале. СЛТВ-1, СТАРЛДР-1. Заходите туда. Собственно, там Лады Каспер командует. Руководят парадом. Ну и не забываем подписываться, конечно же, на мои паблики. vk.com.adquat.tv twitter.com.adquat.tv Чтобы знать и быть в курсе будущих моих врывов и так далее. Ну что, ребят, всем спасибо за внимание.